МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Думаю, что год, который переживаем сейчас, год жизни, посвященный Богу, хорошо соединяется с этой Личностью, о которой хотим сегодня размышлять, с Личностью Матери Иисуса Христа. И позвольте, что я, хотя трону текста, который был создан Иоанном Павлом II в прошлом веке, конечно, но не потратил своей важности, это новое миленье и на унте. Папа Иоанн Павел II приглашает нас к созерцанию облика Иисуса, исторической личности и одновременно великой тайны Бога. Мы переживаем Его присутствие в Церкви, в мире по-разному, ибо Он является смыслом истории и светом на нашем пути. Святой Отец указывая на Христа как на образец Учителя, Освободителя, Спасителя и Оживителя, ясно подчеркивая, что проповедовать Христа могут только те, которые Его действительно видели и которые на своей жизни испытали Его истину и любовь. Рас здесь идет не о тех людях, которые только красиво говорят об Христе, но и о тех, которые им живут и которые заставляют им восхищаться других людей. Это величайшее задание Церкви. Особенно тех, которые посвятили свою жизнь Богу и которые обязаны быть эпифанией Иисуса и показывать Его непостижимую тайну. Именно посвятившие свою жизнь Богу люди должны обратить, должны брать пример с Марией, верной рабы Господней. Первая часть необычайной роли Марины. В данном размышлении хочется рассматривать Марию как отражение света Христа. Именно она является примером действительного следования за Христом для идущих дорогой, посвященной Богу жизни. Здесь необходимо задать вопрос, почему Мария играет такую большую роль? Мария не является центральной фигурой христианства, но в то же самое время находится в его центре. Именно ее мы находим в разных тайнах. Иисуса Христа. Эта истина исходит не только из человеческих убеждений, но и от всего спасительного плана Бога. Мария стала Матерью Божьего Сына, так как уверовала в то, что Бог может совершить чудо с зачатия Своим Сыном. Вера Марии представляла из-за себя постоянное восхождение к вершинам героизма от благовещения до голгов. Всю свою жизнь она связала с завещанием Божьего посвальца. И вот начнешь в Ахреве и родишь Сына, и наречешь Ему имя Иисус. Верность Марии перевратилась в постоянно обновляемый акт абсолютного доверия. Господь с тобой. Эти слова явились пророчеством, так как указывали, что она была выбрана самим Господом и что Марию постоянно будет сопровождать Его присутствие. Ответ Марии был однозначен. Сказанный ее фиат означало полное согласие с предложением Бога и полное доверие. Эта истина выражается в красивых сравнениях, используемых восточными церквями. Святой Дух является иконографом, а Мария – Богородица иконой, шедевром Бога. Свое доверие Мария выразила в магнификации и пригласила все поколения людей верных Господу, Спасителю, таким же образом довериться. Пророчество Симеона являлось своего рода испытанием для ее веры, но не разрушало ей. Презледование и рода, жизнь скитальцев на чужбине и всякого рода обязанностей Мария к Матери свидетельствуют о ее необратимой вере. Первое чудо Иисуса в камне Галилейской показало ее крепкую веру, что скажет Он вам, то сделайте. Все Божие тела Мария сохраняла в своем сердце, что свидетельствует о ее постоянной связи с Богом. Иисус первый благословил веру Марии и ее предельность воли Отца. Блаженны слышать ее Слово Божие и сохранять ее волю. Именно она первая испытала мистическое единение со своим сыном. Она на Голгофе переступила порог смерти своего сына и стойка продолжала верить, что ее сын является Богом живым и спасителем мира. Далее в горнице ожидала насосествия Святого Духа. Погруженная в молитву, она осталась верной невестой Святого Духа и учительницей того, как верить Господу. Учение Церкви очень сильно подчеркивает необычайную ценность личности Марии и важность ее роли в деле спасения. Миссия Иисуса Христа содержит дар Матери. Это убеждение опирается на словах Иисуса к Святому Иоанну «Сие Матерь Твоя». Иисус хотел возбудить в своих последователях доверия к Марии, чтобы ее признали Матерью каждого верующего человека. признание материнства Марии означает принятие его опеки, поиск у нее помощи и заступничества у ее сына, как учил нас Павел VI. Иными словами, как учил Ориген, быть ребенком Марии означает быть Христом, и чем больше человек ему уподобляется, тем теснее становится связь с его Матерью. Только в таком понимании мы можем признать Марию совершенным примером к подражанию. И речь здесь не идет только о внешних признаках набожности или психическом понимании ее как Матери, на внутреннем способе бытья учеником Христа и о создании Марииного масштаба Церкви. Мария верит и любит до самого конца и молча несет Церковь и живет Церковью. Поэтому каждый христианин, особенно посвятивший свою жизнь Господу, лучше всего может понять роль Марии именно через свое отношение к Христу. Мария дала начало Нового Завета, как писал святой отец Иоанн Павел II. И поэтому она носит в себе новость двери. Она является проводником на дороге посвященной жизни. И именно вместе с ней посвятившие Господу жизнь должны смотреть на Христа, а с Христом на нее. Второе любовь как начало призвания. Призвание к посвященной жизни имеет свои истоки в любви Господа. Оно является тайной, которую нельзя до конца разгадать. Будучи даром самого Бога, оно может только вызывать в человеке чувство изумления от бесконечной и бескорыстной Божьей любви. Понимание этой истины помогает посвятившим жизнь Господу людям осознать, кем они являются на самом деле. И именно в этой ситуации помощью служит личность Матери Иисуса, которая постоянно живет в Божьей любви и которая во время благопрещения была посвящена в тайне Триединого Бога. В тайне объявляющегося от Бога она явилась полная благодать, то есть испокон веков любимая Господом и на этот дар покорно отвечает да. Сия раба Господня добудет мне по Слову Твое. И была призвана стать Матерью Мисея. В Ветхом и Новом Завете Бог призывал к себе людей простых и покорных для того, чтобы в трудные времена они служили Божьему народу. В Новом Завете на Марию снизошел Святой Дух, чтобы она зачала Найвыщего. В источных восточных церквях ее называют пнеоматофора Духоносца. Именно среди этих призванных и одаренных Святым Духом в первые трудные годы зарождения церкви Мария играет особую роль. Благовещение стало ее призванием. Получение даров Марии связано с ее Божьим материнством. Бог выбрал Марию тем, чтобы еще больше оказать свою благодать и свое великое милосердие. Эту радость Мария излила в своем магнификации. Бог первый принял решение. Поэтому как объясняет Иоанн Павел Второй этот выбор показывает нам подобно как Марии при благовещении отказаться в недрах из вечного таинства Бога который есть любовь. Поэтому когда Христос нас выбирает когда говорит нам иди со мной тогда как написано в послании к Эфизианам Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа выбирает нас в нем так как Он избрал нас в нем прежде создание мира чтобы мы были святы и непорочны пред Ним и открыл нам тайну своей воли по своему благоволению которое Он прежде положил в нем стоит также подчеркнуть что выбор дороги посвященной жизни зависит не только от доброй воли христианина но также от полного любви призыва Христа именно Христос призывает человека полностью отдать себя служению делу искупления через принадлежность известной принятой и утвержденной церковью общения связь с Матерью Бога является продолжением единения посвященной Богу личности с Иисусом это подчеркивается также в названиях институтов дочери служительницы апостолы сыновья слуги сыновья Марии и другие существует всеобщее убеждение что присутствие Марии является необычайно важным для единства сплоченности и роста как всей общины так и для индивидуальной жизни особы посвятившей жизнь Господу эту истину мы находим в личности Марии искупленная в тайне непорочного зачатия она первая испытала спасительную любовь христа своего сына и отдала всю себя делу спасения как червь сиона о лицетворении Божьего народа она выразила согласие от имени всего Божьего народа через свое фиат она дала человеческую натуру Божьей человеческую свободного выбора Марии и принятие призвания в качестве дара отражается в соединении фиат и магнификат как мы видим посвященная жизнь начинается с восхищения Богом с Божьей любви это восхищение красотой Бога мы замечаем ином именно в Марии которая учит нас как пребывать перед образом Господа подобное происходит с посвященной Богу личностью которая осознает тот факт что Господь бескорыстно одаряет ее своей благодать поэтому Мария может служить здесь примером особенно когда вслушивается в голос ангела и слышит что она полна благодати и что Господь есть с ней именно в этот момент она открывает предупреждающую любовь Бога это это предложение способствует тому что Мария чувствует что ее провоцируют переступить через саму себя и хотя Божий план есть выше ее понимания она все же решает полностью ему довериться логика логика Божия опирается на полную доверие так и человек посвятивший жизнь Господу и я по жизни должен опираться на Божьем обещании и отвечая Богу да принять логику не совсем подвластную человеческому разуму человек посвятивший жизнь Господу является своего рода хранителем сокровища то есть благодать и призвание так как принимая ее получает особый опыт отдавания Иисуса Отцу Святом Духе Иисус переживал свою посвященную жизнь как Сын полностью подчиняющийся воле Отца и именно этот аспект отдавания Иисуса Отцу получают те личности которые полностью стараются подражать Иисусу в бедности целомудри и послушании через монашество принятое Церковью Монашество является особым знаком посвященной жизни и Божьим актом И именно от Бога исходит инициатива выбора и призвания а также и посвященная жизнь Вследствие взаимодействия Бога и посвятившей Господу жизнь личностью возникают отношения на основе взаимной любви и верности наблюдаются действительные действительные изменения личности которая отдавая себя уподобляется концентрованному Христу и именно здесь пример Марии является неоценимо важным ибо ибо являет собой отражение любви отца который выбрал ее и освятил как мать своего сына образ Марии полной красоты как бы созданной полной благодати сформированной как новое сознание которое являет для всей общины избранных пример добродетелей является делом Святого Духа измененным бытьем показывающим красоту любви три единого Бога имя Марии Грация плена Кахаритумене является ссылкой на независимое и свободное действие благодати это чудесная перемена которую совершает сам Бог оказывая по отношению к Марии полную доброжелательность Божий посланник не только приносит ей весть об особом благоволении Бога но и об особой близости Бога Господь с тобой Мария получила дар любви Бога Святого Духа как силу наивысшего который играет особую роль в теле спасения дает жизнь земле и обновляет народ Божий это действительно спиритус креатор который сформировал в Марии человеческую натуру Сына и Божию натуру исключая Божьего Сына Марии его мать наиболее одерена Святой Дух сниз зайдет на тебя Бог призывает приглашает но не заставляет там где Святой Дух там царит свобода и Мария отвечает да великодушна и с достоинством как все великие личности Ветхого и Нового Завета Таким образом Мария напоминает людям посвятившим жизнь Господу что благодать призвания является привилегией на которую они не заслужили Это дар самого Бога Она также напоминает им о том чтобы они позволили Святому Духу вести их за собой вдохновлять и направлять Этому посвященную жизнь является видимым знаком который оставляет именно Святая Троица в истории людей которые всей своей жизнью выражают свое восхищение красотой Троединого Бога Самых первых веков существования Церкви Мария считалась примером девичества для посвятивших свою жизнь Богу Состояние девственности Марии является плодом благодати Святого Духа который хотел приготовить тело и душу Марии в качестве дома и святыни для Божьего Сына то есть для нового брака сочетания народа Божьего с Богом таким образом каждый человек посвятивший жизнь Господу может в Святом Духе страница к полноте святости открывая тайну послушания Богу в службе ближним сохраняя в них образ Бога четвертое час Христус как Господь и Учител и Мария в жизни посвященной Богу самого начала существования церкви мужчины и женщины применяя на практике евангельские советы стремились подражать Христу посвящая Ему свою всю свою жизнь Иисус был для них значительно большим нежели только Учителем жизни был даже тем который дает жизнь самой жизнью был в Ветхом Завете Бог призывал избранный народ слушать Его глаз Иисус Христос призывает не только служать но и идти за Ним по одной дороге Он приглашает как Учитель и как Господь Если кто хочет идти за Мною отверни себя и возьми крест свой и следуй за Мною Такое исследование за Христом требует отставить все даже самого себя полностью Ему доверяет В этом проявляется радикализм веры и любви Следование за Христом является наивысшей и единственной нормой посвященной жизни согласно с учением Евангелия в девичестве бедности и послушанию как это было избрано Иисусом и Его Матерью Евангельские советы не принимаются для самого аскетизма но из-за Христа Следовать за Христом идти Его дорогой и уподобляться Иисусу так чтобы стать Его живым подобием вот наиважнейшая цель посвященной жизни первым человеком который самым совершенным образом подражал Христу была Мария о которой папа Павел VI говорил в Мария Лис Культус как о первой и самой совершенной ученице Христа это же повторил Иоанн Павел II говорил о том что Мария стала ученицей Христа раньше чего апостол Святой Августин утверждал что для Марии неустанно исполняющей волю Бога более важным было подражать Христу подражать нежели быть его матерью для нее как ученица своего сына самым важным было не только физическое сопровождение но и реализация всех признаков быть учеником это выражалось в радикализме ее веры в неустанном отдавании самой себя другим в том чтобы вслушиваться и размышлять над Божьим Словом чтобы разделять судьбу сына быть с ним вместе на молитве разделять крестные страдания и совершенную любовь Мария в качестве ученицы полностью поддерживала все дела Иисуса и выполняла все все его указания задача которую отец доверил Иисусу заключалась в передаче благой вести о спасительной любви Бога Иисус был освящен и послан в мир чтобы объявлять о Божьей любви и показать образ отца сам Иисус так говорил о своем освящении можем сказать консекнации Дух Господень на мне ибо Он помазал меня и послан меня посвятившие свою жизнь Господу люди которые выбирают Иисуса в качестве первого и величайшего проповедника Евангелия сами посвящают свою жизнь проповедованию благой вести современному миру как это сказано в деяниях апостолов мы не можем не говорить того что видим и слышим принять миссию Христа становится их жизненной задачей и обязанностью но на основе свободного выбора необходимо подчеркнуть что существует тесная связь между миссией и посвящением так как призвание посвященной жизни является плодом встречи человека с великой Божьей любовью в деле же евангелизации человек показывает эту любовь другим и раскрывает им облик Христа именно в этом показании облика Иисуса Мария становится примером для всех людей посвятивших жизнь Богу она первая показала миру спасителя она принесла эту весть своей родственнице Елизавете которая стала признаком истинности благовещения она не затарила эту весть но сделала так чтобы выражая словами Исаии спасение простерлось до конца земли она первая сказала в своем магнификате что Бог навестил свой народ а в день пятой десятницы молясь вместе с апостолами дала церкви пример апостольского призвания хотя в каждую эпоху изменяются формы проповедования благовест сущность остается неизменной по примеру и с помощью Марии люди посвятившие жизнь Господу должны нести другим людям Евангелие с открытым сердцем и по примеру Марии призывать Иисуса единственного спасителя мира подобно Марии они должны склоняться над человеком ищущим Бога Мария с самого начала своей жизни вслушивалась в тихое дыхание и в тихое дыхание Духа которые дают жизнь и потому особи посвятившие жизнь Богу должны быть открыты на его дыхание и руководство подобно как в первичной общине церкви так и в настоящее время Мария остается в общинах собирающихся во имя Христа особи посвященные жизни и индивидуально и в общине должны принять Марии в свои дома как принял ее Иоанн и обеспечить для нее соответствующее место в своих сердцах а с другой стороны как учил святой Иоанн Павел II особо посвященной жизни обеспечивают себе таким образом место под плащом и в сердце Марии личность Марии напоминает нам что церковь является даром Бога и нельзя ее организовать создавать как это делают люди используя всякую роду психотехнические социотехнические методы действительность церкви не является плодом труда человеческих рук этот дар можно получить только от милосердного Бога который как в Ветнам так и в Новом Завете жаждет собрать свой народ особо посвященной жизни вместе с Марии в мировом контексте время нельзя задержать как уже мы вспоминали в самом начале мир не изменяется к лучшему он становится все больше все более нервным и погружается в духовой хаос наши отцы работающие во Франции говорили что в эту ночь или вечер теракта в Париже в одном клубе где террористы убили много людей там шел концерт не знаю как хард-рок или метал хэви метал одного американского ансабля и все пели и кричали в каком-то виде наркотическом но не знаю они кричали или там пели приди сатана поцелуй дьявола и приди сатана поцелуй дьявола и пришел и поцеловал не ртом но пулями из автоматов и они убили больше 150 человек и больше 300 было раненых вот к чему идет наш мир поэтому необходимо отслеживать знаки времени чтобы лучше понимать этот мир и при необходимости помочь для того и существует церковь существуют люди посвятившие жизнь Богу чтобы помочь миру отыскать дорогу Богу лозунги свободы раби братства без соответствующей антропологии являются ничем обесценивание человеческой жизни сумасшедшие диспропорции между богатыми бедными стремительное развитие средств массовой информации поток информации неопорядочного материала все это человек не в состоянии переварить и поэтому убегает в виртуальный мир современные идеологи манипулируют общественным мнением и всесильное потребительство огромные долги граждан и целых государств вызывают огромную общественную напряженность и угрозу войн и терроризм в эту сложную жизнь должны войти повсятившие свою жизнь богу люди так как в этом мире тоже есть много добра сочувствия для бедных больных нуждающихся повсятившие свою жизнь богу люди не могут утратить контакт с миром что не означает что они должны с ним отождествиться ибо в противном случае не будут для него светом но и не могут смотреть на этот мир как на участок сатаны читая знаки времени они должны быть солью и светом действительно с крестовой церкви не являются эффективными виртуальными особо посвященные жизни всегда имеют дело с реальными людьми запутавшимися в смысле жизни и поэтому необходимо помнить что плоды апостольского служения зависят от личной святости подведения итогов подведения итоги необходимо подчеркнуть что Мария напоминает особо посвященной жизни о роли блаженных духа именно в божьей экономике малые являются лицами которые получают помощь святого духа именно они создают с его помощью общину божьих детей особо посвященной жизни должны быть открыты на нужды мира и одновременно должны сохранять дистанцию между ними и хаосом и ошибками они должны не только читать знаки времени но и активно заниматься с людьми во имя Христовой Церкви ибо согласно собственных либо согласно собственных харизматов особо посвященной жизни постоянно призываются ибо имя Бога это Хокатон призывающий он всегда призывает либо через голос совести либо через знаки времени Мария является образцом архетипом для деятельности церкви которая напоминает что всякая помощь приходит сверху от Отца света она остается в тени и учит все особо посвященные жизни чтобы Христос был для них первым на первом месте и чтобы призванные преуменьшая свое значение указывали на него даже если их миссия связана с Христом и мир их отвергает этой миссии которую я представлю вам хочу отдать Божьей Матери и ее непорочному сердцу спасибо спасибо